11 мая, 2024 год. Опять меня спрашивают про наступление под Харьковом. Так называемое наступление. У меня друзья в Липцах. Вообще сейчас спрашивали по поводу Мирнограда Покровска. Мирноград это у меня сержант менял меня тут под работе. В общем это примерно то же самое. Ребят, чтобы вы понимали. Еще раз вам говорю. Я точно не тот человек, который должен давать вам советы. Серьезно. Ну в том смысле, что я не считаю себя компетентным и обладающим информацией, которая вам там поможет. В Липцах. Липцы это 10 километров от границы Российской Федерации. Они там сейчас на километр 2 вперед пройдут. Это останет на 8 километров от Российской Федерации. Ну принимайте решение. Я не знаю. Все, что я вам могу сказать. Смотрите. По интенсивности боев. Не совет даже. Как вы можете определить, как гражданские, не воевавшие люди, насколько близок к вам фронт. Насколько становится это опасным. Как только до вашего дома достреливают грады. Это значит, что фронт в 20 километрах. То есть, грады бьют на 20 километров. Ну там им еще надо какую-то... Они же не на самом передке стоят. Они с какой-то... То есть, 15 километров. Это уже довольно опасно. То есть, это уже такое оружие, которое там... Именно по гражданским оно сейчас весьма эффективно. Потому что оно осколочное. Как бы те опорники, в которых мы сидим, оно не берет. А вот именно и его жалко тратить. Понимаете? 40 снарядов кинуть на один опорник там в пакете градов. То есть, первая стадия, когда вы понимаете, что фронт приближается. Это Таваз, долетают грады. Мне там эта женщина и писала, что вот они продвинутся на 10 километров и начнут долетать до Харькова града. Но у них там есть грады, которые на 40 бьют километров. Они за счет того, что там другое топливо. Правда, их меньше. Ну да, согласен. С 20 километров все равно им надо... Им надо подойти там, я не знаю, даже не до Липцев, даже еще дальше там. До Циркунова. С Циркунова они тогда уже будут бить по Харькову. Делаю сейчас там, находитесь, я не представляю. То есть, первая степень опасности, это когда до вашего города, села там или еще чего-то долетают грады. Это значит 20 километров до фронта. Потом ствольная артиллерия. Ну, вы поймете, да, если от грады там остаются эти патрубки, там трубы разорванные, в которых топливо, то ствольная после себя ничего не оставляет такого трубообразного. Это просто серьезные воронки. Не буду вас учить, я думаю, у вас все равно в селе, в поселке найдется кто-то, что скажет. Это прилетел там 152-й снаряд, да, или там 120-й. То есть, опять же, чем если... То есть, ствольная артиллерия, это значит, что до вас уже 15 километров. И значит, теперь по вам это еще значит, что будет увеличиваться разрушение ваших жилищ, потому что до вас теперь добивают и грады, и ствольные. Я не беру ракеты, которые могут долетать там вообще на другой край Украины. Да, то есть, первое, когда вы начинаете, то есть, это потому, что большое количество этих снарядов может прилетать. Градов очень много, ствольные очень много. Следующий, еще больше, там, красный уровень опасности, это когда до вас долетают мины из миномета. Там на 7 километров бьет миномет. Если до вас прилетают 120-е мины, это уже очень хреново, понимаете? Если до вас долетает там 82-й миномет, это совсем-совсем плохо. То есть, я вот на Северной Салтовке, когда был там с женой, с ребенком, не мог их вывезти, потому что с первого дня начали Салтовку обстреливать. То есть, по нам одновременно лупили и 82-й, и 120-й, и грады, и ствольные. Понимаете, это все в куче. А чуть-чуть ты отходишь, я когда там к жене пошел за лекарствами на Академика Павлова под этими обстрелами, я дохожу до Академика Павлова, это с дружбой народов. Там продают пиво, женщины гуляют с детьми. У нас мертвая зона, у нас там только дохлые коты, собаки на тот момент уже валялись. Живого ничего практически не было, повыезжало 90% народу. Понимаете? А разница там, я не знаю, километров 5, ну, то есть, я не знаю, сколько там, пешком, ну, километров 5 вряд ли больше, понимаете? То есть, это такая разительная разница, потому что до Академика Павлова долетало, допустим, только грады, и то не долетали, потому что там все, ну, в общем. А до, допустим, до Героев труда уже долетали грады и ствольные, а до, допустим, дружбы народов долетало уже все. И минометы с Бобровки били, и с Терковной, это же, короче, затянул. Это объяснение, вы поняли градацию? То есть, начинают грады долетать до вас гражданские. Я думаю, что надо уже собираться там как-то и быть на готове. Начинает ствольная, значит, фронт еще больше. Не дай бог, конечно, вы услужите стрелковое, когда работают под вашими окнами, как я у себя на Северной Салтарке слушал, понимаете? То есть, это значит, что бой идет уже просто в районе километра друг от друга. Находятся там крупные пулеметы, автоматы, не дай боги. То есть, это значит, что все уже, вы можете с балкона смотреть, как идет бой. Понятно? То есть, градация такая. Грады плохо. Ствольная еще хуже. Минометы, это уже практически пора текать, потому что, если от ствольной вы еще как-то можете спрятаться, то есть, я вот когда переселялся с квартиры в квартиру, у нас было много ключей, у нас связка была, как у ключенька, у меня этих ключей было. Я там ходил, котов кормил, кто уехавших хозяев. Потому что, ну, я как боятошник, я знал, я слышу, как эта мина летит, пролетела она или она на тебя опускается по звуку, но это не передашь, это надо... То есть, я два года воевал в 14-15-м, и теперь уже три года воюю. Невозможно это передать, ну, как вот, звуком там, свистом сейчас художественным. Я вам этого не передам опыта, понимаете? Просто, вот, ориентируйтесь на такие характерные показатели. Спросите у знающих людей, вы же не один в пустыне живете или не одна в пустыне живете. Это град прилетел, это ствольная прилетела, это миномет прилетел. Ну, про крупнокалиберный вы и сами поймете, услышите. Если вы не возле полигона живете, конечно, а то начнется, сейчас там где-то репетируют наши ребята расистов кромсать, а вы услышите стрелкотню и по газам дадите. То есть, все это и грады, и все остальное, это может быть тренировка наших же пацанов. Вы, как бы, ну, в примере, знаете, где линия фронта сейчас расположена. По поводу Мирногорада Покровска. По поводу Покровска, что я могу сказать? Смотрите, ребят, там у вас сейчас так же, как и до Харькова, 27 примерно километров. Но невозможно совершенно. Два месяца, ближайшие, будьте на готове, ну, как бы сбежать, сорваться и уехать. Потому что невозможно. Пока 27 километров, это еще не так страшно. Грады те же самые до вас не долетают пока. Да? То есть, ближайшие два месяца будут критическими. То есть, вот этот будет перелом, ну, практически все, кого я слушаю, я сам так думаю. Сейчас мы насыщаемся, нам в активном темпе нас накачивают оружием западные страны. Очень активно, агрессивно, быстро, все там со всех сторон, там, немцы, французы, там, все на свете. Англичане, американцы. Но надо, чтобы это все дошло, распределилось по подразделениям и так далее. Понимаете, о чем я говорю? То есть, вот эти два месяца, россияне будут понимать, что это последняя их возможность, будут ломиться, ну, на всех мотоциклах, на всех своих деревянных танках и на всем остальном, чтобы хоть что-то сделать, чтобы хоть как-то напугать нас, панику развести. Вы посмотрите, мне девочка тоже, я прозрел просто, блин, у меня там канал ютубовский этот про звезды планеты. Туда налетело столько народа с комментариями, какой я там, и шо я, да. То есть, россиянам сейчас бабки вхалачивают огромные за то, чтобы они просто пытались нам таким уже цепсочным образом нас напугать, понимаете? Не поддавайтесь этому гражданским. Вот эти критерии про ствольные минометы я вам рассказал, ориентируйтесь на них приблизительно, а вообще-то спрашивайте у своих властей, понимаете? Потому что, ну, какая-то власть у вас же есть, сохраняется, а они никуда компетентнее, чем я. Девочка в комментариях говорит, что даже сейчас пошли на нескольких, на разных языках пошли комментаторы там набить, что там Украина там и так далее. Выпросили даже финансовые средства на то, чтобы нас, то есть они все, у них приближается у россиян идеальный шторм. Им будет крендеть, и топливо там будет заканчиваться, наши работают по НПЗ. О, блин, опять я затянул. И Китай им перекрывает там эти самые платежи и поставки, и увеличивает. Ну, в общем, это такое, это отдельное видео. Я чувствую, что мне придется повторять все время, повторять и повторять. Не слушайте меня, ребята, в том смысле, что, блин, ну, у вас там есть кто-то из местных властей, они куда больше информации обладают. Не пытайтесь, ну, с меня получить ту информацию, которой у меня нет. Я не знаю, как у вас дела обстоят там в этом самом Мирнограде, в Покровске, в Липцах. Я уже третий год как сержант мобилизованный, что я в Харькове не был третий год уже, как выехал. Не паникуйте, все будет Украина. Два месяца вот эти вот, уже так тяжело, как в марте, в апреле не будет, понятно? Этого года, то есть будет дальше только лучше, лучше, лучше. Не переживайте, там уже эта чухня осталась отрошистывать.